Сегодня мы будем говорить о философском взгляде на проблему социальной структуры общества. Я подчеркиваю о философском взгляде на эту структуру, потому что есть политико-экономическое исследование, есть социологическое исследование, есть психологическое рассмотрение социальных слоев, классов и так далее. Мы будем говорить о социальной сфере как части общественного бытия, как части исторического развития и так далее. Вот в таком контексте. Я, наверное, все-таки включу презентацию при всех проблемах, которые она нам может создать, но и при всех тех достоинствах, которые связаны с ее наличием. Итак, мы будем сейчас говорить о смысле не социальной структуры общества. Начнем, пожалуй, с того, что мне каким-то образом предстоит за час представить вам пять вопросов и весьма пространное введение. Вот как это мне удастся, я не знаю, но мы постараемся. Мы начнем с того вообще, откуда взялась проблема классовой борьбы и классов, и почему марксизм с этим взаимодействует. То есть не взаимодействует, а этот аспект рассматривает принципиально внимательно, цитирует этот аспект. Более того, марксизм многие отождествляют с теорией классовой борьбы, что неверно, но для чего есть основания. Второе, мы посмотрим на то, что такое все-таки классы. И я добавлю к этой без того большой презентации проблему межклассовой, внутриклассовой диффузии и образования сложных социальных слоев. Затем мы посмотрим на то, как это все складывается в капиталистической общественной системе, в том числе в современном капитализме, позднем капитализме 21 века, на взаимодействие буржуазии и наемных рабочих, пролетариатах. Помните знаменитое выражение, что ты смотришь на меня как волк, пролетариат на буржуазии, да? Даже вот волк появился, но пролетариат не волк. Это наоборот нечто очень интересное в своем историческом развитии. Вот, собственно, этот пролетариат рабочей классы станет предметом нашего исследования. Ну и немножко поговорим о классах в эпоху постмодерна и постпостмодерна и о том, кто творит историю. Вот такая грандиозная программа нам с вами предстоит сегодня. Но прежде всего давайте начнем с того, что действительно ядром марксистской теории является идея классов, классовой борьбы. Я подчеркиваю, это не основание. В основании лежит дилектический метод, социальная философия, с одной стороны, политическая экономия, со второй. И вот только с третьей стороны в основании марксизма лежит исследование того, кто и как творит историю, почему и как происходят реформы, революции, и рождается импульс теории и практики нового общества, коммунизма. Поэтому важно иметь в виду, что акцент на классовой борьбе – это акцент, прежде всего, политико-идеологический. Но социальная философия марксизма принципиально не пытается уйти от общественно-политических практик. Это очень серьезный, на самом деле, момент. Помните, в самом начале, говоря о познании объективной реальности, обытияльному и материальному, мы ввели понятие практики, в отличие от фактов, и говорили о том, что феномен практики – это то, что характерно для марксистского подхода, и то, что очень редко встречается в других философских концепциях, где работают с фактами, с бытием, онтология, соответственно, есть наука бытия в этом смысле и так далее. А вот практика – это то, где субъект, общественный человек, участвуют в этом процессе, и как тот, кто является рабом истории, и как тот, кто творит историю. И вот это двоякое бытие человека, оно и есть практика. И вот в этом бытии, творении истории и пути человека, как раба функции объективных законов, и складывается классовая борьба, которая становится непосредственно, с точки зрения марксизма, источником, импульсом, двигателем, вот так нам лучше сказать, двигателем, в английском хорошее слово – мотор, двигателем истории. И формирование этих классов, интересы которых, цели которых, разнедеятельность которых противоположную, это объективный продукт истории. Этот продукт приводит к тем или другим конфликтам, к прогрессу в каких-то случаях, к регрессу. И всему остальному. Примеры этого, на самом деле, хорошо известны. Тем паче, что классовая борьба, как специально подчеркнул, кстати, сам Маркс, это не открытие марксизма. Это не открытие Маркса, это не открытие Энгельса. Это теория, которая была разработана французскими историками-материалистами эпохи просвещения. И они показали, что борьба феодала и крепостного. Борьба наемного работника и собственника капитала. Ну, не будем дальше уходить в историю. Это то, что приводит к реформам, это то, что приводит к революции. И это правильно, но этого недостаточно. Дальше я вам покажу, как усложняется теория классовой борьбы у Маркса и как усложняется эта теория в современном марксизме. Очень существенно, что вот эта борьба классов приводит, является непосредственным источником продвижения от одной общественно-экономической формации к другую. Я хочу подчеркнуть, смена одного способа производства на другой, общественно-экономической формации на другую. Это процесс объективный. Но точно так же, как человек двойственный, раб истории, творец истории. Также переход от одного способа производства к другому, двойственный, он включает объективную и субъективную сторону. Объективно, раньше или позже, система отношений, построенная на крепостничестве, на абсолютной монархии, на ручных орудиях труда и так далее. Я в каком-то странном порядке перечислил на ручных орудиях труда, на крепостничестве, на абсолютной монархии, на сословном неравенстве. Вот эта система раньше или позже сменяется капиталистической общественной системой, основанной на индустрии, наемном работнике, в частной собственности на капитал, буржуазной либеральной демократии и так далее. Вот весь вопрос в том, раньше или позже, не произойдет ли вообще стагнация этой системы и не останется ли она на тысячелетия в состоянии вот этого полуфеодального, а то и более раннего, неразвитого бытия. Ведь история капитализма показывает, что в одних странах эта система возникла в XVI веке, в других в XVIII, в третьих в XIX, в четвертых, как в России, до конца никак не возникнет в XXI, а где-то до сих пор эти отношения еще не стали господствующими. Эти где-то находятся совсем недалеко от России. Но давайте для нейтральности укажем пример Афганистана. Вот вопрос о том, как произойдет, сколь быстро произойдет, в каких формах произойдет переход от одной общественной экономической системы, от одной формации к другой, едва ли не в определяющей степени зависит от классовой борьбы, ее экономических, социальных, политических, идеологических и даже культурных форм. Вот это очень важно иметь в виду. Второе, что очень важно иметь в виду, что эта борьба приводит к смене одной системы другой не путем победы одного класса над другим. Вот это очень интересный тезис. Нет такой ситуации, чтобы наемные рабочие, пролетариат, победили буржуазию и стали господствующим классом. Хотя вообще вот такой драматической версии марксизма все выглядит именно так. Классический марксизм говорит, что победа пролетариата есть уничтожение пролетариата, а не только буржуазии. Ведь переход от капитализма к коммунизму означает что? Что труд становится свободным, что наемного труда больше нет. Раз нет наемного труда, то значит нет и капитализма. И значит нет классов капитализма. Ведь пролетариат – это класс, который является наемным работником, собственником рабочей силы и не является собственником средств производства. Если вы уничтожаете капиталистическую систему, отчуждение собственности от работника, работник становится собственником, в современных условиях каждый становится собственником всего, то наемный труд уничтожается. Учинение труда капиталу уничтожается вместе с капиталом. Точно так же, как я забегая вперед про это скажу, просто чтобы вам сразу стало понятно, уничтожение буржуазии как класса есть и уничтожение пролетариата как класса. Уничтожить класс буржуазии, уничтожить класс пролетариата нельзя. И при том физически ни собственников капитала, ни буржуев, ни пролетариев рабочих никто не уничтожает, во всяком случае в идеале. Без идеала уничтожают и тех, и других. Если побеждают, ну ладно, програжданские войны, это потом как-нибудь и деньги. Если побеждают мирно, никто никого не уничтожает. Если побеждают в аэрл-зронной борьбе, то уничтожают друг друга в большей или меньшей степени. А вот вообще в теории уничтожения буржуазии как класса есть лишение собственника капитала средств производства. Чтобы пояснить, что это такое, я позволю себе иллюстрацию. Мой разговор с мажоритарным, то есть одним из крупнейших собственников очень крупного предприятия, но человека с умеренно левыми взглядами. Мы сидим, пьем чай, кофе, и он мечтает о будущем, где развитие человека станет главной целью и главным условием прогресса. Ну, а коммунизм, по сути дела, он этого не скрывает. Я говорю, слушайте, а как вы видите свою судьбу? Ведь специально его долго подпузьмить немножко, насколько он знает марксизм. Он претендует на то, что знает. Как вы видите свою судьбу? Ведь класс буржуазии уничтожается. Ну, как, так же, как Маркс, собственно, и предполагал. Мне предлагают стать, ну, если я, конечно, служу директором, или я предпочел даже главным инженером, я очень люблю технику, заводы, ведь кладут приличную зарплату, говорят, больше мне не нужно, у нас завод преуспевающий, инженеры получают большие деньги. А собственность переходит к обществу, к государству. Я говорю, вы этого хотите, где-то хочу. Я говорю, почему сейчас вы этого не хотите сделать? Тоже государство такое, что лучше ему ничего не давать. Ну, у меня там, наверное, прав. Но такой парадоксальный разговор был. Действительно, собственно, и во многих случаях именно так произошло. И, скажем, в странах Восточной Европы, где гражданской войны как таковой не было, приходит в социализм в 40-е годы 20-го века после победы Великой Отечественной войны над фашизмом. Ну, во второй мировой войне, я в данном случае правильно говорю, наверное. И значительная часть собственников предприятий превратилась в топ-менеджеров, выражаясь современным языком этих предприятий. Ну, это так просто. К вопросу о том, что и наемные работники, как класс, были уничтожены. Я хочу подчеркнуть, что во многих учебниках, особенно сталинской поры, да тем более в политической литературе эпохи гражданской войны и последующего, в отличие от агримических работ, безусловно, писалось о победе пролетариата. Ну, понимаете, борющим не на жизнь, а на смерть рабочему, крестьянину и представителю интеллигенции, вставшему на их сторону. Солдату, офицеру, кстати, 40% офицеров царской армии было на стороне красных. Объясните им, что, ребята, это ваша задача, это уничтожить самого себя. Знаете, дальше, так сказать, для полуграмотного человека, наверное, такие абракадабры были бы слишком сложны, да? Но теоретически это очень важно запомнить. Очень существенно, что этот переход, если говорить не о переходе к коммунистическому обществу, к будущему, а говорить о переходе от одной общественно-экономической формации, скажем, до буржуазной, происходит немножко по-другому. Там одни классы уничтожаются, а возникают другие. И вот давайте мы пойдем чуть дальше. И очень важно понять, что этот переход не происходит как прямое превращение старых классов в новые. Старые классы разрушаются, и на их месте возникают новые, но возникают, как бы так сказать, перпендикулярные. Если одно деление вот такое, то другое получается вот такое. И Энгельс это показал, как на примере перехода трансформации античного, ну, как они писали, способ производства в феодализм. Маркс показал, например, переход от феодализма к капитализму. Нет такого, чтобы крепостной превратился в наемного рабочего, хотя и такое тоже происходит. А феодал превратился в буржуа, хотя такое тоже происходит. Правила разрушаются, и из тех, и из других образуются буржуа, и из тех, и из других, как ни странно, и в том числе из неудачливого дворянства образуются наемные работы. Хотя, в большинстве случаев, второе уже менее характерно. Еще один тезис, это уже тезис марксизма до конца 20-го, начала 21-го века, очень спорный, признан далеко не всеми. И вот в частности много об этом писал мой коллега Андрей Иванович Калганов, о том, что движущей силой перехода к новому обществу становятся те, кто внутри верхнего класса вызревают как вот это основание нового общества. И здесь есть противоречие между исторической миссией и пролетариатом, как главной силой создания нового общества, и вот этой теории. В самом деле, ведь движущей силой перехода к капитализму от феодализма стали не крепостные, хотя их борьба создала важнейшие предпосылки для перехода к буржуазной системе. Ну, в частности, какая борьба к крестьянске? Восстание, бунты, масса других форм. Основанием стали буржуа и пролетарии. Собственно, они творили Великую Французскую революцию и так далее. Те, кто стал свободным. Это очень тонкий момент. И как этот момент работает в 21 веке при переходе от буржуазной системы к вот этому новому обществу в этих переходах в самом конце лекции, мы с вами поговорим позже. Действительно, все-таки класс наемных рабочих или кто-то другой становится главной движущей силой рождающейся нового общества. Почему это так происходит? Наверное, потому, что внутри старой системы на стадии ее заката возникают элементы нового. Я вам об этом говорил в одной из предыдущих лет. Ну, давайте возьмем нашу реалию, реалию 21 века. Внутри рыночно-капиталистической системы, где, по идее, рынок – это что такое? Конкуренция, каждый сам за себя, частная собственность. Все остальное – лукаво. Что такое капитализм? На одном полюсе наемный работник, на другом полюсе собственник капитала. У работника есть собственность только на свою работу в силу, собственник капитала на средства производства. Вот это классическая капиталистическая система. Что мы имеем сегодня? Мы, кроме конкуренции на рынке, имеем, извините, государственное регулирование – раз. Свободное движение ресурсов в экономике, где все дарят друг другу – два. У нас наряду с наемным работником и собственником средств производства. Есть системы социальной защиты, бесплатное образование, бесплатное здравоохранение, где больше, где меньше, где хуже, где лучше. Но немножко есть везде, где-то немножко. У нас есть прогрессивный подоходный налог в большинстве стран, кроме России. Когда вот собственника миллионов из личного дохода, чуть не половину, а то и просто половину, как в Швеции, берут на общественное развитие, на ту же бесплатную медицину, хотя не только естественно, давай на промышленный комплекс тут. Это уже рождение нового. Не появляются ли новые социальные силы внутри буржуазной системы, которые захотели бы, но и так условно говоря, у которых объективным интересом было бы движение от капитализма к будущей системе. Интересный вопрос, да? Это вопрос современного маркетинга. Я его пока оставлю, так сказать, подвешен. Такое очень важно, что классовая борьба, она весьма непроста. Во-первых, это не только борьба пролетариата в Буржуазии, но это еще и борьба в Буржуазии из пролетариата. Это очень хочу подчеркнуть, вот только Владимир, это не исключило. Это тезис, который очень интересно развивает другой мой коллега и друг Михаил Орионович Вальейков, профессор, руководитель сектора политэкономии в институте экономики Ирана. Вот профессор Вальейков пишет, что мы не обращаем внимания на классовую борьбу пролетариата с Буржуазией. Эта классовая борьба проявляется в очень разных формах. Ну, мы политэкономы, поэтому нам ближе экономические формы. Давайте посмотрим. Простейшие формы. Трудовой кодекс в России устроен так, что организовать забастовку и не оказаться в тюрьме или идти по профсоюзу почти невозможно. Это показывает и теория, и практика. Это борьба пролетариата с Буржуазией или это борьба буржуазии с пролетариатом? Буржуазии через свою партию Единая Россия, которые спонсируются и напрямую, и косвенно, и в которые огромное количество представителей ионного капитала и прямо, и косвенно. Косвенно – это когда они находят кого-то, кого кормят, поют, девают, обувают и так далее. Ну, я говорю, чуть-чуть образом. И они принимают вот такой трудовой кодекс. И попробуйте принять поправку. Не получится. Посмотрите, сколько раз в истории России было, и боюсь, что и на вашей истории это будет, такой феномен, как невыплата заработной платы. Вот представьте, что рабочие не выходят на работу, объясняя работник, ну, или, как-то все, работник в офисе, неважно, наемный работник не приходит на работу, объясняет, вы знаете, у меня сегодня сложные обстоятельства сложились дома, я решил на работу не приходить. Что будет в этом случае? А когда собственник капитал говорит, друзья, у нас у фирмы тяжелое положение, поэтому месячишка вы поживете без заработной платы. Потом выясняется, что это не месячишка, а два месячишка и так далее. Если вы думаете, что это давняя история, то это не так. У меня вот мой коллега архивариус, умница, не буду называть его имя, работает в частной фирме, поскольку сегодня архивариусы государству не нужны. Они перебирают старые бумажки, подшивают их, копируют в прогоревших предприятиях для того, чтобы сдать их куда-то там в архивы. Но ему ни раз, ни два, ни три задерживали зарплату в Москве, я как человек работает, 31 тысячу рублей. Знаете, что такое задержка зарплаты 31 тысячу рублей в месяц? Да? И ничего. Это классовая борьба обуржуазия из предприятия. А что такое задержка заработной платой? Товар рабочую силу у работника взял, он месяц проработал, один кому за это не дали. Вот вам, пожалуйста, история. Это только самые наивные, такие спокойные, мягкие формы экономической борьбы. Поэтому есть формы вот такой, не только борьбы предприятия, в виде забастовок и так далее. То существенно, что исторически борьба наемных рабочих ведет к двояким результатам, к социальным реформам и к революционным подвижкам. Революционные подвижки это история всего 20-го и даже 21-го века. Причем, в каких-то случаях это были мирные подвижки. Я уже не раз говорил, что во многих странах, например, в 20-м веке левые силы побеждали мирно и обобществление средств производства, отказ от частной собственности происходил в форме мирной победы на парламентских или президентских выборах. В том числе, это происходило даже на горячем континенте в Латинской Америке. Потом, правда, начиналась классовая борьба буржуазии с пролетариатом. Собственники этих корпораций при поддержке, как правило, транснационального капитала, их секретных служб и вооруженных сил, в том числе, прямо, в виде интервенции или косвенно, в виде, скажем, экономической поддержки сепаратистов, начинают борьбу, в ряде случаев устраивать просто фашистский переворот в соответствующей крови. И классовая борьба буржуазии с пролетариатом принимает совершенно четкие кровавые формы. Такой самый жесткий пример такой классовой борьбы это фашистский переворот в Чили в 70-е годы 20-го века. На крупнейшем стадионе устроен концлагерь, потом переоборудовали специальные концлагеря, пытки, казни. десятков тысяч человек по официальной статистике и так далее. Прежде всего, кого казнили? Лидеров профсоюзов, лидеров левых партий. Ну и по этому поводу была написана очень хорошая статья. В Чили эпохи Пиночета все цены устанавливал свободный рынок за исключением одной цены, цены рабочей силы. Ее устанавливали пулеметы. Это было, к сожалению, правды всех лидеров организации рабочих, любых наемных работников, которые пытались как-то противостоять очень высокой степени эксплуатации, подвергали прямым репрессиям. Вот такие дела. Это вопрос о классовой борьбе. Но она может иметь и мирные формы. Но, скажем, в Европе на протяжении 20 века, начиная с 20-х годов, после окончания Первой мировой войны идут постоянные забастовки, в том числе всеобщие забастовки, как, например, в Великобритании. И не только. Где-то проходят они совершенно мирно, где-то выливаются вооруженные восстания. Вооруженные восстания, кстати, это Вена. 30-е годы 20 века. Вена, красавица Вена, да, баррикадные бои на улицах. Про эту историю мало кто знает. Забастовки идут и сейчас в самых разных формах. это бастуют самые разные люди, вплоть до профессоров университетов. Последняя такая забастовка описана в журнале Альтернативы. В Канаде проходила забастовка профессоров, преподавателей университетов, с целью добиться изменения условий труда, стабильности найма и достойной оплаты. Она приводит к тому, что в результате возникла бесплатная медицина, бесплатное образование, прогрессивный подоходный налог, в европейских странах сложились сильные профсоюзы, трехсторонние соглашения и так далее и тому подобное. Произошли очень серьезные реформы. Кроме того, в эту сторону давило наличие мировой социалистической системы и революции в Латинской Америке. Господствующие социальные силы, в данном случае капитал, извините за такой кондовый марктистский язык, но здесь он абсолютно уместен, стояли перед выбором. Смотрите, что будет, если вы не будете себя хорошо вести и идти на реформах. От вас вообще ничего не останется, будет революция. Вот такие чудеса. Не заодно, тем самым, вот эта классовая борьба создает условия для рождения нового общества. Когда-то она создавала условия для того, чтобы развивался рынок, когда города добивались самостоятельности, добивались того, что на территории города крепостничества не существовало, воздух города делается свободным. Помните, если крепостной добежал до города и спрятался за стенами, то все, он перестает быть крепостным, и на него все феодальные правила не распространяются. То же самое происходит сегодня, когда внутри капиталистической системы в результате той самой классовой борьбы рождаются новые общественные отношения, о которых я только что упоминал. Давайте пойдем дальше. Так что же, так бывает класс. Ну, вот быть марксистом, читающим лекцию о классах и не привести положение Владимира Ивановича Ленина-Ульянова, я думаю, будет неправильно. Это определение не надо считать результатом целостной концептуальной разработки проблем. Ленина приводит в статье мельком это результат просто осмысления, но выраженного коротко и публицистически. Я эту цитату перечитывать для вас не буду, специально дал некоторый контекст, вы поняли. а сейчас я хочу хочу просто подчеркнуть, что у Ленина по сути дела выделяются следующие ключевые признаки, которые являются ничем иным, как суммированием того, что в разных формах, в разных работах можно найти у Маркса и Энгельса и их последователей конца 19 века. прежде всего это место в исторически определенной системе общественного производства. Я хочу здесь делать маленькое отступление и подчеркнуть, обратите внимание, марксизм очень последовательный. Материализм и диалектика обуславливают то, что при взгляде на общественную жизнь выделяются прежде всего материальные основания и выделяются противоречия материальных оснований. Далее выделив эти материальные основания мы выделяем фактически структуру способа производства производительной силы производственных отношений и выделяем то, что обусловлено этой материальной базой, то, что лежит в сфере политики, идеологии и всего остального. Так же происходит и здесь. Мы идем от материального производства анализируя социальную структуру. Общество продукт чего? Из этого материального исторического развития и, соответственно, место в общественном производстве становится основой. Ключевое производственное отношение собственности на средства производства дополняет это все. и дальше уже производные включая организацию труда это управление прежде всего и способ получения доли общественного богатства. Тоже одно из важнейших производственных отношений. Давайте сделать следующий шаг и попробуем обратить внимание на то, что в этой цитате не содержится и попробуем сформулировать немножко по-другому. Чуть более строго привязываясь к структуре общественно-экономической формации. Итак, окажется, что класс определяется местом в системе общественного разделения труда и прежде всего содержанием труда. Какой это труд? Одно дело это труд крепостного, ручной труд подчиненной традиции. Другое дело это труд наемного работника, индустриального работника, подчиненного машине и конвейера. Но есть и другое место в системе общественного разделения труда труд по управлению. Представим себе, что собственно капитал это не рантье, что он реально осуществляет управленческую деятельность, тот самый герой предпринимателя, которым любит писать Шумпетер, и не только Шумпетер. Тогда окажется, что у них разные места в системе общественного разделения труда. Кстати, в Советском Союзе, где были мутации ростков коммунизма и не только были ростки коммунизма, были тоже различные по своему месту в общественном разделении труда социальные слои, и они по-разному себя позиционировали. У них была разная социально-классовая природа, хотя в СССР об этом говорить было не принято. Были те, кто работал и те, кто управлял. И те, кто управлял, превратившись в бюрократов, оторвавшихся от трудящихся рядовых советских людей, превращались в особую социальную силу, которую называли номенфатурой, бюрократии, портократии и так далее. Место в системе производственных отношений. Прежде всего, это самое отношение к средствам производства, то, что мы с вами говорили. Очень важно, как эта социальная сила воспроизводится, и в частности, насколько устойчиво воспроизводится тот или другой класс. в современных условиях класса уже устойчиво не воспроизводится, потому что система находится на стадии заката. Капитализм идет по нисходящей траектории, хотя они всегда нелинейны и так далее. И в условиях заката устойчивого воспроизводства класса уже нет, уже идет диффузия. Это очень важно. Точно так же, как поздний феодализм характеризовался диффузией социальной структуры феодального общества. Крепостничество где-то отменялось, где-то размывалось, где-то возникали переходные формы, возникали свободные, ну, в большей или меньшей степени формально свободные скорее. Крестьяне, протофермеры, формировалось население городов занятых деятельностью сначала в цехах, затем в качестве уже доемных работников и буржуа. Внутри аристократия размывалась, кто-то начинал заниматься, выражаясь современным языком, бизнесом. Вот это воспроизводство очень интересный вопрос, да? Далее, принципиально важно оформление класса в политической сфере. Насколько выражаюсь опять-таки языком Ленина, класс в себе стал классом для себя. Кто такой класс в себе и класс для себя? класс в себе это те, кто объективно являются, скажем, наемными работниками, которых эксплуатируют капитал, но политически они себя так не ведут. они подчинены господствующей политической системе и, как вот чуть ниже вы увидите, господствующей идеологии. Этот пролетарий, будучи объективно по своему интересу социальной силой противоположной буржуазии, в таком качестве себя не осознает. Вот классический пример этого класса в себе это ситуация, когда даже на промышленном предприятии приходит собственник капитала, у которого счет в офшоре, дворец, ну не дворец, хорошо, особняк в Англии, дворечик на Рублевке и так далее, начинает объяснять наемным рабочим. Коллеги, мы с вами в одной лодке, у нас трудные обстоятельства, наш бизнес переживает тяжелые времена, в силу чего угодно, в последний раз это происходит, то есть в последний раз, прямо на наших глазах это происходит в условиях пандемии. Вы должны затянуть пояса, я вам вынужден сократить зарплату, мы не должны допустить разорения фирмы, нам надо продержаться, в этом месяце выплаты зарплаты не будет вообще, следующим будет может быть неполное, потом мы встанем на ноги, обязательно все будет хорошо. Наемный рабочий проникается солидарностью с собственником капитала, да, конечно, мы должны затянуть пояса, мы потерпим, нам не хочется оказаться на улице, нам не хочется, чтобы наше предприятие разорилось, есть другой выход, вот если вы его сейчас не видите, значит вы идеологи, буржуазии, вольные или невольные, пёс, вообще-то так или иначе идеологи определенного класса, хотя им кажется, что не абсолютно нейтрально, но об этом чуть позже когда-нибудь в конце нашего курса, если получится, если нет, то еще может разочек пообщаемся, извините, что я вас так обозвал, но я себя тоже так обозвал, тем самым, так вот, выход есть, этот выход понимают рабочие, когда они превращаются в класс для себя, управляются политически, в качестве примера приведу сценку из фильма, не помню какого про революцию, но современный сериал, как ни странно, по-моему, Махно даже, если я не ошибаюсь, или что-то в таком духе, или Котовский, вот какие-то какой-то из сериалов про деятелей революции, близких к анархизму, но неважно, в общем, сцена забастовка сельскохозяйственных рабочих, батраки приходят к барину, сельское хозяйство это еще недавно феодализм и Российская империя, поэтому это не буржуа, это барин, он действительно бывший барин, он по-прежнему в дворянской усадьбе, он по-прежнему в дворянии. Приходит к барину, говорит, барин, нам бы на рубь повысить зарплату. Барин выходит на крыльцо, но он уже экономически продвинутый, ну вы не понимаете, вы просто безграмотные люди, если я на рубь повышу зарплату, то стоимость зерна, которую я повезу если зерно будет стоить на рубь дороже, то мы не сможем его продать. Если мы не сможем его продать, вы вообще не сможете получить никакую зарплату, поэтому я не могу вам повысить зарплату, говорит барин. Выходит политически грамотный лидер наемных рабочих, говорит, барин, а барин, ну он еще недалеко ушел от своей среды, барин, а барин, у тебя фатер в городе сколько? Тут на минуту замолчает, кто-то из толпы кричит, пять. Барин, а барин, а у твоей жинки платье в сколько? Все ржут, значит, в том числе бабы, которые стоят вместе с забастовщиками. Барин, а барин, а у твоей полюбовницы сколько всего? Ну тут все совсем ржут. А бричков у тебя барин сколько? Кто-то кричит, три. Вот барин, ты четыре из пяти фатер в городе продай, любовницу выгони, твоя баба счастлива будет, две брички продай, и нам не то, что по рублю, нам и по два на зарплату хватит добавить. Вот это класс для себя. Класс, который поднялся до борьбы, организовался, провел забастовку, да еще и понимает, откуда может взяться денежка и как перераспределяется совокупная стоимость, созданная наемными работниками. И в этом случае оказывается, что можно и должно бороться за сначала восьмичасовой рабочий день, за что тебя, правда, могут расстрелять или повесить как лидеров этого движения в Чикаго. демократическая страна, между прочим. Можно бороться за потом 36-часовую рабочую неделю и победить, как это произошло в Западной Европе. Можно выйти на миллионную демонстрацию, когда французское правительство приняло закон, снижающий гарантии для выпускников университетов. Социалисты приняли закон, по которым год увольнять выпускников университета, к этим местам первой работы нельзя, пришли правы, закон отменили в парламенте, там победили небольшим числом голосов. На улицах Франции миллионные демонстрации, протест против отмены этого закона. Походили два дня, провели однодневную забастовку, правительство обратилось к парламенту, парламент собрался еще раз, а закон восстановил. Вот вам, пожалуйста, классовая борьба за реформу. Да, точно так же побеждали в результате массовых действий самых раз. От забастовок продолжительностью в год до просто массовых акций. Последний пример желтые жилеты, оккупай острит и так далее. Это реальности нашей жизни, дорогие друзья. Где-то эти демонстрации проходят относительно спокойно, их разгоняют при помощи водометов, если заточив его газа в Западной Европе, где-то идут массовые репрессии, как в Турции. Не знаю, следили вы или нет за тем, как там идет классовая борьба. Там наемные рабочие, от наемные рабочие. Качество жизни примерно как в России. Но забастовки, столкновения, хотя режим более репрессивный, чем у нас, идут постоянно. И политические силы очень мощные. И в Греции тоже самое. Вот такие дела. Ну и соответственно, ведь очень важно, что формируется в конечном итоге классовые идеологии. Или не формируются. Здесь очень важный компонент, так сказать, после красненького есть черненькая буржуазность, мелкая буржуазность как важный компонент идеологии всех слоев капиталистического общества, следствие господства рынка как всеобщей формы производственных отношений. Что особенно интересно и важно интересно это не интересно, это что особенно важно понять и становится особенно сильным в условиях тотальности этого рынка. Когда рынок охватывает все сферы семью, отношения мужа и жены, ребенка и родителей, главный вопрос к маме, мама дай денежку, главный вопрос папе, папа, дай денежку. Главное основание для скандала мужа и жены, сколько заработал, сколько не заработал, на кого потратил и так далее. Анекдоты. Главный способ добиться любви от жены, подарить итальянские сапоги. Это еще из прежних времен, когда итальянские сапоги были символом достатка. Но это шутки. А если не о шутках серьезном, то ситуация складывается так, что все, каждый человек буржуазного общества и все члены буржуазного общества, будь то наемные рабочие, любвенные оказавшиеся на дне жизни, миллиардеры, интеллигенция, находящаяся в промежуточном состоянии, кто побогаче, кто победнее, кто наемный работник, кто фрилансер, все подчинены рыночному товарному и денежному фетишизму. Выночному, то есть товарному и денежному фетишизму. Помните, здесь вот место в системе производственных отношений наверху подчеркнуто, выделено жирным шрифтом не случайно. Система производственных отношений это не только наемный труд лишенной собственности на одном полюсе и собственники на другом полюсе. Наемный труд это еще и ситуация, когда, то есть капитализм и производственные отношения капитализма это прежде всего в исходном пункте господство рынка и подчинение всех рынков том числе наемного работника вот этот наемный работник когда он подчинен рынку он хочет не будущего общества где он освободит свой труд он хочет больше товаров и больше денег и главное его мечта это не мечта освободиться от эксплуатации от подчинения от того что ты придаток станка и так далее и стать хозяином средств производства коллективном труде и в отношениях солидарности главное его мечта это купить дорогие вещи не получить побольше денег пойдем дальше посмотрим как видели вот эту социальную структуру позднего капитализма точнее даже еще не позднего просто капитализма 100 лет назад это картинка которую мы нашли в интернете это из плаката столетней давности внизу пролетариат трудящиеся и даже с красным знаменем потом интересно написано мы за вас едим армия мы вас убиваем религия мы вам внушаем ложь правительство мы вами правим мы и так далее а вот теперь давайте посмотрим на более сложную картинку это уже разработка бузгалина диалоги с андреем и вальчим колгановым и другими моими коллегами и начнем снизу внизу находится любви на те кто живет подачками или просто медленно умирает россии их относительно немного бездомных детей несколько сотен тысяч бомжей наверное миллиона может быть и больше в индии скажем их уже десятки миллионов если не более но нам до 100 миллионов все-таки не дотягивает далее идет прикряд это новый общественный слой который возникает в результате разложение диффузии наемных работников этот прикряд очень различен часть представители этого слоя я потом покажу как это те кто находятся на грани жизни в проголодь голода и нормальной жизни путешествие из одного состояния в другой вот я вам приводил пример моего коллеги человек с высшим образованием эрудита но он архивариус ему нравится эта работа он историк вот он иногда получает 30 тысяч иногда по полгода получает пособие по безработице в 12 тысяч на 12 тысяч как извините это не ругательство не шутка это квалификация приводился пример что современные породы свиней которые требуют специального откорма для того чтобы производить мясо качественно для ресторана или вот бычки которые для мяса для ресторан там агнус или какой-то еще 5 они на 12 тысяч месяц прожить не могут а человек в россии должен на россии страна среднего уровня развития это одна часть прикряд вот то работа и что нет хотя с высшим образованием тот и разносчик пиццы если ты достаточно здоров а если ты уже не очень здоров тут и пиццу разносить целый день не сможешь просто помрешь тот и 5 фриланса журналист это еще один пример моего знакомого полгода проработал как писал материалы были заказы все было замечательно даже снял хорошую квартиру потом написал один раз правду него поставили метку такую на лоб черную сейчас ходит с этой меткой на лбу но здесь не переносном смысле слова да какие разносит пиццу ну слава богу мужик еще здоровый вот есть другие фрилансеры которые зарабатывают приличные деньги но они все неустойчивы у них нет постоянной занятости у них нет профсоюза у них нет социальной защиты у них нет бюллетеней у них нет социального договора трудового контракта у них нет ничего кроме договора часто даже просто устного чтобы получать в конвертике не платить налог и постоянная рисковая стрессовая плата далее идут таемные рабочие занятые ручным трудом в мире их сотни миллионов я думаю как минимум до миллиарда прежде всего сельском хозяйстве стран периферии наемные рабочие в индустриальном производстве самый массовый сегодня социальный слой какие самый массовый отряд наемных работников доиндустриализация переход к новому качеству труда это удел это не большинство в развитых странах при этом важно что индустриальным трудом наемные работники заняты сегодня преимущественно таких сферах как транспорт самая массовая профессия в россии для мужчин это водитель вторая сфера торговля самая массовая профессия сегодня для женщин это кассир ну я не знаю сколько кассовый аппарат можно считать индустриальным агрегатом учитывая что но в россии нет а вот в америке многие операторы считать толком не умеют вот приложить шлиф-код к сканеру они могут сложную сдачу дать они не могут уже не очень посчитать уме они сложить двузначные цифры уже не могут однозначные с трудом поэтому даже не знаю куда их отнести может быть даже к рабочим доиндустриального сектора но вернемся индустриальный рабочий класс станочники во всех разновидностях все те кто стоит у конвейер где собирают компьютер или конверна которым шьют джинсы или конверна которым по-прежнему делают автомашины как и сто лет назад это самый массовый рабочий класс очень специфический хотя небольшой социальный слой работники коллективных предприятий некоммерческих неприбыльных организаций неправительственных организаций их не так много это сотни миллионов человек но это вот один из ростков будущего Наталья Геннадьевна Яковлева которая участвует сейчас в наших лекциях в качестве слушателя она очень близко знакома с этими людьми участвовала кстати со своим сыном в одном случае в конференции работников рекуперейте факторы все это фабрики захваченные работниками работники захватывают фабрики которые капитал объявляют нерентабельными или захватывают земли которые лендлорды являют недостойными эксплуатации использования необрабатываемые земли и создают там коллективные предприятия кооперативы и так далее очень любопытный социальный слой тоже элемент будущего хотя и противоречивый я его назвал социалят это новообразование я это слово не встречал хотя социальный слой существует давно его изучают давно речь идет о творческих работниках общественного сектора работники сферы образования государственной сфере работники здравоохранения в государственной сфере работники искусства в очень широком спектре вплоть до библиотек и музеев науки и так далее работники общественного сектора заняты творческим трудом они с одной стороны наемники но у кого у государства государство в данном случае выступает как безусловно буржуазное государство как безусловно бюрократической то есть работающие на интересы капитала и бюрократии одновременно это государство выполняет и функции необходимой обществу в целом она обеспечивает бесплатное здравоохранение образование тогда социальный от получает доход из бюджета то есть от общества социальный от создает продукты которые принадлежат каждому и как правило распространяются бесплатно есть платное образование государственных университетов есть платные услуги в государственных клиниках но это общий грин такой своего рода нонсенс до переходная но не нонсенс переходная форма немножко вот наемного креативного работника немножко циция то в этом случае вот такие интересные штуки да дальше идут наемные креативные работники самый интересный феномен 21 века но креативном работники я вам буду рассказать следующий лекций кстати она будет запись так называемая рабочая аристократия 21 века но видимо наемные креативные работники рабочая аристократия 21 века это по преимуществу топ-менеджеры Они тоже наемные, рабочие. И дальше мелкая буржуазия, собственники малого бизнеса, высшие слои креативного класса, те, кто состоит на службе у капитала, извините, это старомодное выражение, но оно здесь уместно. Есть очень интересный феномен людей-симулякров, которые принадлежат к высшим слоям креативного класса. Это классический пример поп-звезда или профессиональный спортсмен, получающий миллионы долларов. Кстати, по этому поводу есть хорошая шутка. Единственный способ высказаться по-русски в адрес миллионера, все, что ты о нем думаешь, это прийти на стадион и прокричать с трибуны нечто в адрес тех, кто бегает на футбольном поле, носится по хоккейной коробке. Ну и далее буржуазия, как таковая, и финансовая олигархия. Это особый слой, который реально занимает господствующее положение, поскольку вообще в современном обществе финансовый капитал господствует над капиталом реального сектора. Вот такова социальная структура современного общества. Очень сложная. Для нее характерна внутриклассовая и межклассовая диффузия. Вы видите, вот наемные рабочие, как сложно устроено. И работники доиндустриального сектора, и работники креативные, и работники индустриальной основной слой. И те, кто лежит где-то на стыке, вот этот социальный арт, где-то переходник к обществу будущего. И буржуазия вся дефундирована. Одно дело собственник гаража, в котором два наемных рабочих, которые все втроем перебиваются с трудом в условиях пандемии. А другое дело – миллиардеры долларовые. Напомню, долларовые миллиардеры в России за время пандемии увеличили свое состояние. Их число по списку «Форпс» выросло. Кому война, кому мать равна. Ну, не все равномерно. Кто-то потерял, кто-то выиграл. Но там всегда кто-то потеряет, кто-то выиграет. Вообще, представляете, какая трагедия, если у тебя было 2 миллиарда, а стало всего 1,5 миллиарда долларов. Ну, вообще, застрелиться, может, и не застрелишься, но это же ужас просто, да? Какая-то новую яхту купить невозможно. Приходится на старой 150-метровой кантоваться каким-то образом. На тебя смотрят свысока твои конкуренты презирают тебя. Любовница уходит к тому, у кого новая 200-метровая яхта. Ну, я шучу, конечно. Может, любовник, кстати, сейчас миллиардерша тоже существует, наверное. Наверное. Даже не наверно. Значит, что существенно, что есть еще деление. Вот все те, кто слева от синей черты, я бы ее, наверное, даже красный сделан. Или с одной стороны синие, а с другой красный. Вот где субъекты ассоциирования социального творчества красного, где все слева синий или серый даже еще лучше. Но вот картинка пока такая. Итак, вот все вот здесь, где все слои, они все подчинены рынку. И они рабы истории, конформисты. Собственно, конформисты – это человек, как раб истории. Он плывет по течению. Он не относится к этой системе критически, не в осмыслении этой системы. Он ее критики не подвергает, он не задает вопрос, что в ней не так. Почему в ней не так? Кто заинтересован, что в ней что-то не так? И как это изменить? Вот если вы себе эти вопросы не задавали, еще раз, да? Что не так в существующей системе? Почему что-то не так в существующей системе? Кому выгодно это состояние, где многое не так? И что сделать, чтобы это изменить? Вот чем был силен Высоцкий? Это великий бард советской эпохи, где конформизм стал все больше и больше пропитывать общество. У него была великая песня, такой хриплый голос, который, наверное, сейчас даже уже легко изобразить. Я что-то хриплю сегодня немножко с утра. Нет, ребята, все не так, все не так, ребята. Вот все его песни – это про то, что что-то не так. Про то, что надо как-то по-другому. Как? Он не знал. Но что что-то не так, он чувствовал. И поэтому те, кто просыпался и чувствовал, что что-то не так, в подворотне, с бутылкой водки на троих, или в среде интеллигенции, в ресторане ЦДЛ Центрального дома литераторов, они чувствовали, что что-то не так в этой системе. Кто-то понимал уже, что не так. Ну, в том числе, могу похвастаться, некоторые из моих друзей, Александр Иванович, мы даже наши студенты, в начале 80-х годов, еще до перестройки, собирались на какие-то семинары, кружки и так далее, обсуждали вот это, что не так. Работая на гранифологе в легальном пространстве, но под надзором, видимо, и невидимо тоже. Вот. Но это конформисты, те, кто не понимает, что что-то не так, не задумывается об этом, и объективно не плывет против течения, не гребет против течения. А вот субъект ассоциированного социального творчества, это те, кто говорят, нет, ребята, это не так, когда формально 8-часовой рабочий день, а реально пашем 12 часов. При этом по закону, если мы работаем лишние 4 часа, нам должны платить за 4 часа в 2 раза больше, ну или в 1,5 раза больше, в зависимости от Трудового кодекса, чем раньше. А нам вообще ничего не платят. Платят так, как будто мы 8 работаем. Нет, ребята, это не так, когда нам не выплачивают зарплату. Нет, ребята, это не так, когда... И так далее, и так далее. Может быть, не так, когда в стране миллиардеров становится больше, на прожиточный минимум свинья не может прожить. И задают вопрос, а почему не так? Что не так? Кому выгодно, что это не так? Может быть, миллиардерам? У которых даже в условиях пандемии и кризиса состояние не сокращается почему-то. И так далее, и тому подобное. Дальше начинают действовать так или иначе. В тех или других формах. На самом деле, по данным Федерации независимых профсоюзов России, такая очень легальная, мягкая, конформистская, реформистская организация, даже по их данным, социальные и трудовые конфликты у нас в стране идут. Но у них не говорит телевидение, не говорит радио и так далее. У нас существуют независимые профсоюзы, в том числе профсоюз-учитель, профсоюз-университетская солидарность. У нас существуют марксистские кружки, которые ребятки, даже школьники, создают снизу. Марксистские кружки создают рабочие, металлургические заводы, меня доводилось встречаться. Это Россия. В Латинской Америке эти ребята, которые понимают, что что-то не так и знают, что делать, вопреки соседству с одной стороны мафии, наркокартелей, с другой стороны собственной буржуазии, с третьей стороны ЦРУ и Соединенных Штатов Америки, проводят к победе президента, который является лидером движения к социализму. Я говорю о Боливии, да? Или привели к победе Чавеса в Венесуэле, когда его арестовали, пытаясь устроить переворот сторонники вот тех, кто конформисты из Фавел пришли миллион людей в Каракасе и отстояли своего президента. Субъект ассоциированного социального творчества. Они добились восьмичасового рабочего дня, они добились бесплатного здравоохранения и образования, они добились прогрессивного подоходного налога, они совершили социалистические революции, которые во многих случаях потерпели поражение, а где-то нет. Ну и так далее. Вот так устроена эта история. Ну и каждый из нас находится где-то либо слева, либо справа. Вот у нас как-то немножко неправильно. Справа оказались субъекты ассоциированного социального творчества, если смотреть на эту картинку, но с другой стороны они не сдвигают стрелку влево. Ну давайте мы дальше как раз задумаемся о том, с чего я начинал и на этом будем заканчивать. О том, что рабочий класс это тот класс, который заинтересован в уничтожении классов вообще, в том числе себя как класс. это очень существенно. То есть задача наемных рабочих это не стать буржуа, а уничтожить класс. Вот трагедия, скажем, восстание рабов, там где они терпели поражение, это была трагедия и дальше кресты с распятыми рабами. а там где они побеждали тоже трагедия, потому что они превращали себя в рабовладельцев. И система начинала воспроизводиться снова. Рабочий класс заинтересован в другом, не в том, чтобы сесть на положение собственника, а в том, чтобы уничтожить себя как наемного работника. Подчеркиваю, уничтожить себя как наемного работника. И стать другим, стать ассоциированным собственником и ассоциированным работником. Вот практический пример, как это делается, recuperated factories. В России, кстати, 40 заводов были оккупированы работниками после того, как их хозяева объявили банкротами, в том числе современнейшие предприятия, как выборский целлюрозно-бумажный комбинат. Вот Людмила Булавка, ее нет сейчас в пространстве со своими товарищами Милем Рудоком, Керемецким, на каких-то этапах я к этому подключался, какие-то другие товарищи, большое количество профсоюзных лидеров. В нулевые, ну, 98-й, 2001-й год, у нас было 40 таких предприятий, больше, по всей стране. Вот Выборг, крайний северо-запад России, до Владивостока, соответственно, крайний юго-восток, включая даже Сочи, как ни страны, Сибирь, Центральную Россию, Подмосковье, ближайшем, нет, не Подмосковье, извините, далеко от Москвы, не Подмосковье, Тутаев. Вот фактически вот там люди становились ассоциированными собственниками, коллективными собственниками и ассоциированными работниками. Начинали, кстати, они не с того, что повышали себе зарплату, говорят, что дай рабочему предприятию, они тут же все прожжут, ничего подобного. Они занимались обновлением оборудования и раздачей долгов, в первую очередь. В отличие от собственника капитала, который в первую очередь клал себя в карман и вывозил деньги в конце 90-х в начале нулевых. Вот такие дела. И чуть просто проиллюстрирую и пробегусь по остальным темам, которые вы сами можете посмотреть. Андрей Горд сказал, что рабочий класс уходит в прошлое, еще в конце прошлого века, на том основании, что сфера услуг становится доминирующей. Ну, во-первых, в сфере услуг прежде всего в торговле остались те же наемные работники, которые заняты даже более примитивным, чем станочник трудом, оператор при кассе или продавец в магазине или даже водитель автоподручика на складе. Это работа более примитивная, чем работа квалифицированного слесаря, токаря, штамповщика и так далее. А во-вторых, индустриальный рабочий класс за пределами той Европы, дальше которой Андрей Горц почему-то видеть не хотел из Соединенных Штатов Америки, ведь стал самым массовым социальным слоем именно в 21 веке. Я вам об этом говорил. По-прежнему очень интересный вопрос, кто будет субъектом борьбы за будущее. Вот все-таки наемные рабочие или социалят. Помните, я вначале говорил, мне очень понятно, то ли угнетенный класс прошлого становится могильщиком и субъектом прошлого и субъектом рождения нового. То ли в недрах старого рождается новая социальная сила, которая приводит к рождению нового. Вот две гипотезы, а может быть и то, и другое. Все-таки наемные рабочие или социалят. Или наемные рабочие будут играть ту же роль, которую христианство играло в пролетарских революциях начала 20-го века. Интересный вопрос, Давайте оставим его открытым. Ричард Флорида открыл креативный класс, но открыл в кавычках, конечно, как я известна было давно. Здесь в основу положено содержание труда, но все остальные признаки потеряны. Он массовый достаточно в так сказать порядка 30% в современных условиях, когда-то это была очень большая доля. Но очень важно, что они очень по-разному заняты в креатосфере, где создают культурные блага, прогресс личности, технологии, решение социально-экологических проблем и так далее. И в превратном секторе, где они создают бесполезные вещи, финансовые спекуляции и прочие чудеса, типа поп-звездочек. Есть те, кто занят в общественном секторе, те, кто занят в коммерческом секторе. При сложном отделении. Соответственно, цицелят с ядром и периферии, о чем можно думать, ну и противоречия креативного класса, которых будет следующая лекция. В конце я просто чуть-чуть иллюстрации. Вот это современная латинская Америка. Тот самый прикряд, который находится внизу. Просто чтобы вы понимали, как это все устроено, дорогие друзья. Если вы посмотрите на некоторые вымирающие российские малые города, вы увидите нечто не такое страшное, просто в одной простой причине, что в Советском Союзе в самых бедных районах были хрущевки, были дороги, были детские сады, были школы, ну и заключением некоторых деревень может быть. Поэтому если вы сегодня приезжаете в отсталый вымирающий город, то все равно видите дома, сфортированные дороги и кое-где даже работающие коммуникации. Эта картинка как раз очень хорошо иллюстрирует классовые противоречия 21 века по латинской с одной стороны шикарные апартаменты 5-10 комнатные. Я был у тети одного из своих коллег в таких апартаментах. Кстати, жмот ужасный. Мы были голодны, как собаки. Нам дали по коктейлю такому слабенькому с кучей льда и кукурузные хлопья. Даже чай не предложили. Он меня привел Сегрилла. Доцент такой Анжелла Сегрилла замечательно. Просто показать, что такое контраст в Латинской Америке. Раз вывел на балкон, но там немножко другой вид был. Примерно такой же. Очень похож. Посмотри, что такое классовые противоречия в стране полу-периферии. Но в России так не совсем так, потому что у нас фавела в одном районе, богатые в другом районе. что-то похожее уже есть. И представляете, какое счастье на таком балконе сидеть и понимать, что у тебя все так хорошо посмотри на них. Там, как лет живут, как хорошо, какое счастье. Ну, вот, Шерми Лестер написал очень интересные тексты про этих самых прайкарьев, кто живет в фавелах. Ну, и посмотрите фильм Конформист. Очень хорошая иллюстрация к тому, что такое жизнь тех, кто не является субъектами социального творчества. Огромное баяние буржуазии. Он, Бенюэль, не помню, он то ли конформист сделал, то ли скромное баяние буржуазии. Очень хорошо показано.